Все хорошо, автобус уже вообще рядом. Сейчас эвакуировать людей, пока еще не стреляют. Два месяца. Два месяца, да? Вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Все, свять у кого я кулачок, а ну и что? Давай. Заканчивалась после. Дети постоянно хотят выключать. Знаете, взрослая поддержка. Обстрелы были настолько сильные и рядом с нами все время падало. Выход из бункера, где вот первые ступенечки. Там можно было хотя бы, потому что в бункере не хватало кислорода просто элементарно. И выйти хотя бы подышать вот свежим воздухом, да, кислородом. Вот даже я этого боялась. Как говорится, я боялась носа в лысом. Зашли, да, по своей воле, как бы, да, работники комбината спастись. А когда мы поняли, что это приближается к нам, и нам страшнее, 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 мы попытались уйти, мы знали за коридорами, мы знали про эвакуацию, спортсити. Нас уже просто не выпускают. И когда это начало лететь все туда, вот честно, я думала, у меня сердце встанет там это переживать. Красивая улыбка у вас улетит. Два месяца темноты. Я еду с мужем в автобусе, говорю, Вася, это что, говорю, уже в туалет не надо будет ходить с фонариком. На кульочек, на ведерко с фонариком. Хорошо, все, да, улыбка. Мы не видели солнца, мы боялись.